ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ На территории лесного фонда имеются какие-то незасаженные участки, которые можно использовать под огороды, под другие нужды. Вместо хрюшек – коровы и утки. В борьбе с АЧС Минсельхоз материально поможет частникам, отказавшимся от свиноводства. Населению рекомендуем категорически не приобретать сына поголовья и на сегодняшний день не держать. Реванш Бухаресту все откладывается. Новая схема без вратаря дала сбой. И Ростов-Дон пропустил несколько мячей в пустые ворота. Были такие периоды в игре, когда мы должны были дожимать. У нас нет не получалось. Мы вроде догоняли. Было один, значит, все время два мяча они вели. Потом мы вроде догоняли ничья. Потом вот этот момент во втором тайме, когда мы не могли, вот не забери. Раз, два, три. Опять удаление. Даже два. Футбольный Ростов проиграл Спартаку в девятером. На разведение в личных подсобных хозяйствах рогатого скота и птицы вместо свиней в этом году из бюджета выделяют около 50 миллионов рублей. С помощью субсидий селяне смогут вернуть треть затрат на покупку коров, коз, кроликов, нутрий, кур или уток. Об альтернативе сменоводству и мерах борьбы с африканской чумой замгубернатора Вячеслав Поселенко говорил на видеоконференции с главами районов. Напомню, 7 октября в поселках Веселый и Спорный зарегистрировано два случая заболевания АЧС. Завезли вирус из Краснодарского края. Принятые меры нам позволили, скажем так, локализовать этот АЧАХ. Мы вместе с тем произвели отчуждение от 310 голов в Веселовском районе. Населению рекомендуем категорически не приобретать сына по голове и на сегодняшний день не держать. Главными причинами возникновения АЧС замгубернатора называет отсутствие контроля за перемещением свиней и отказ некоторых хозяев животных проводить профилактику. Днем древонасаждений стало для всей области суббота. В Ростовском доме ребенка номер 4 обновили парковую зону. Пришло время заменить молодыми кленами и березами часть деревьев, посаженных еще в 50-е годы. Практически все деревья приживаются. Очень редко, когда у нас что-то не получается. Но, честно говоря, у нас растут все. И деревья, и всякие шиншиллы, и попугайчики, и морские черепахи, и рыбки, и детки. Вместе с малышами и их друзьями будет расти и голубая елочка. Ей здесь обрадовались больше всего. Мы где-то ориентировались порядка 92 тысяч кустарников и деревьев, чтобы мы высадим именно сегодня, в этот день. Это по всей Ростовской области. В Ростове где-то планируется порядка 14 тысяч и деревьев, и кустарников. Донской парламент готовится к очередному заседанию. Оно пройдет 20 октября. Прежде чем вынести законопроект на повестку, его обсуждают профильные комитеты. Донские парламентарии настаивают, переход рынков в капитальные строения нужно перенести на более позднее время, январь 2017-го. Соответствующее обращение в Госдуму рассмотрел Комитет по экономической политике. С начала действия закона о крытых рынках их число на Доно сократилось втрое. Но тем, кто еще перестраивается, нужны время и деньги. Им нужно время для того, чтобы консолидировать необходимые средства и выполнить необходимые объемы работы. Поэтому мы идем на встречу для того, чтобы не было нарушения законодательства, а у них была возможность завершить то, что намечено. С использованием средств, которые они смогут накопить за это время. Комитет по аграрной политике внес уточнение в областной закон о регулировании земельных отношений. По нему для сельского хозяйства можно будет использовать лесные угодья. На территории лесного фонда имеются какие-то незасаженные участки, которые можно использовать под огороды, под другие нужды. И их практически на территории области сегодня многие используют. Поэтому мы даем право сегодня арендодателю, либо муниципалитету, собственнику этой земли, осуществлять так называемые служебные наделы для огородничества. Земля будет даваться во временное пользование, уточняют депутаты. Ну а комитет по образованию принял решение о выделении СМИ дополнительных грантов. Правительство вносит изменения, дополняя направление, по которому можно выделять грантовую поддержку из областного бюджета. Это направление называется противодействие коррупции и антикоррупционное воспитание. Поправки вступят в силу в 2017 году. Сейчас СМИ получают гранты на популяризацию науки, пропаганду семейных ценностей, патриотическое воспитание, поддержку соцпроектов и содействие благотворительности. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Тагир Фатахов. На Дону. Учебные, жилищные и кадровые проблемы студентов будут решаться на российской студенческой неделе. Молодежная конференция открылась сегодня в РГУПСе. Одновременно такие же формы проходят еще в 27 городах России. Крупнейшие донские вузы, ЮФУ, ДГТУ, ИУБИПР, ГУПС и РГУ на пять дней станут тематическими площадками, где студенты смогут пройти соцопросы, психологические и юридические тренинги, собеседование и даже устроиться на работу. Будет выставка-презентация предприятий, где работодатели выступают с конкретной вакансией, которая не достает им в их компании. И студент подходит, его собеседует либо HR, либо руководитель, либо просто представитель компании. Если все хорошо, то выдается сертификат на прохождение стажировки с дальнейшим трудоустройством. Каждый день в вузах будут работать эксперты из Минобразования, прокуратуры, социальных учреждений. По окончании форума все инициативы, пожелания и проблемы студенчества из 28 регионов страны объединят в общий доклад и отправят на обработку в Министерство образования России. В Волгодонском детском саду «Одуванчик» несколько коррекционных групп. В этом году он получил новое оборудование для обучения слабовидящих и слабослышащих детей. Также здесь установили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали туалетные комнаты. Модернизацию по программе «Доступная среда» вложено больше 2 миллионов рублей. У Ани Левашовой тугоухость и, как следствие, дефекты речи. Каждую неделю девочку привозят из Цемлянска и оставляют на пятидневку. Так работа специалистов дает лучшие результаты. Эффект хороший, она лучше стала слышать и лучше разговаривать намного стала. Перед тем, как приступить к изучению языка жестов, детей учат глобальному чтению. Каждый предмет в группе подписан, и ребенок запоминает, что шкаф называют шкафом, а стул – стулом. Корректировать речь помогает звукоусиливающий аппарат. Та-то! Та-то! Та-та-то! Та-та-то! На занятия к психологу дети идут с удовольствием. Во-первых, тетя добрая. Во-вторых, в кабинете теперь столько интересного. Любимое занятие Дениса – строить замки в интерактивной песочнице. Красивые лепесточки, да? Смотри, красивые лепесточки. Ой, смотри, какие. Давай? Ага. А как еще? После песочницы здорово нырнуть в бассейн, наполненный шариками с воздухом. Такие игры стимулируют тактильные ощущения, а изменение цвета тренирует зрение. Свето-звуковая панель реагирует на голос и движение, вырабатывает силу голоса. Световая заливка расслабляет и развивает детское воображение. Эта пузырьковая колонна – тоже тренажер. Она вибрирует, когда меняется цвет. Садись, трогай ее. Рыбки! Настя, рыбки! Стандартную программу психолог дорабатывает индивидуально к каждому ребенку. Нужно любить детей и понимать, что каждый из детей, которые приходят, независимо от того, что он не может или что он может, какие есть у него проблемы в развитии. Он просто ребенок, и он очень ориентирован на взрослого, и он хочет с ним играть, лепить, рисовать, дружить, общаться. Современные оборудования, наряду с любовью и трудолюбием, помогут особым детям пойти в школу, адаптироваться в обществе и найти себе любимое дело в жизни. Галина Горлова, Юрий Бабенко, «На Дону». Новая тактика не сработала, новый вратарь соперниц не пробиваем. Таковы основные факторы очередного поражения гонбольного Ростов-Дона от Бухареста. Наш обидчик в прошлой лиге чемпионов не дал ростовчанкам красиво стартовать в новом сезоне. В Бухарест вместо тренера Акима Расмусона, главного обидчика Ростов-Дона в прошлом сезоне, пришел другой датский специалист Якоб Вестергард. Так что на румынской земле опять получилось скандинавское противостояние наставников, в котором Ян Лесли с первых атак начал удивлять, убирая вратаря и пытаясь разыграть большинство. Но хозяева умело пользовались потерями и при счете 3-3 забросили два мяча подряд в пустые ворота. У нас, наверное, тренера Адыча, и там, и там, и такой вариант рассматривался, что возможно это будет, но мы не думали, что это будет с самого начала, думали, так как запасной вариант. Весь матч ростовчанкам приходилось догонять. На перерыв подопечный Яна Лесли ушли, уступая два мяча 10-12. Во втором тайме счет сравнялся 16-16, но дальше наши девушки уперлись в румынского вратаря. Все мячи даже из двух быстрых отрывов и 7-метрового летели в новичка Бухареста Паулу Унгуряну. Были такие периоды в игре, когда мы должны были дожимать, у нас не получалось, мы вроде догоняли, был один мяч, все время два мяча они ввели, потом мы вроде догоняли ничья, потом вот этот вот момент во втором тайме, когда вот мы не могли, вот не заберем, раз, два, три, конечно, это как-то сказывается на команде, и это как-то, не знаю, не получалось. У нас очень расстроены, и, конечно, все девочки, каждый в себе копается, и, конечно, должны сделать работу над ошибками. Итог поражения 21-24. Один из главных претендентов на Кубок Лиги Чемпионов пока не в оптимальной форме, но будем надеяться, что лучшего результата удастся добиться уже в субботу, дома в поединке с венгерским Дьором. Лев Клинов на Дону. Против Ростова в матче со Спартаком сыграли 11 футболистов в красно-белой форме, две красные карточки и две травмы ведущих игроков. И при этом наш клуб вполне мог вытащить ничью за пять минут до финального свистка. В первом тайме ростовчане чувствовали себя в гостях уверенно и больше владели мячом, хотя действительно голевых моментов у команд не было. Знаковые события начались в конце тайма. За пять минут до перерыва попросил замену захромавший Калачев, а уже в добавленное время судья ударил Кудряшова. Наказание видится необоснованно жестким. Умышленной грубости в действиях нашего защитника не было. Он перенял мяч на грудь и пытался его выбить. Под ногу попал Спартаковец. Желтой карточки вполне было бы достаточно. Но, судя в этом сезоне, с нашими игроками не церемонятся. В каждом втором матче у нас удаление. И сразу же сказывается. Уже на восьмой минуте второго тайма гол в ворота донской команды забивает уроженец Миллерова Денис Глушаков. Еще несколько минут Спартак активно атакует, а потом Ростов забирает инициативу. И после дальних пристрелок Ерохиной Набова создается голевой момент. Тот же Ерохин после подачи углового оказывается один перед воротами, но бьет в руки вратарю. И тут же нас добивают еще две потери. Теперь уже замену просит железный Гацкан и следом получает вторую желтую Навас. Заметим, что первую он получил в первом тайме за разговоры с судьей. Ростов остается в девятером за 15 минут до конца матча. Соперники, пользуясь опустевшими зонами, создают несколько моментов, но надежен Джанаев. А на 58-й минуте наш клуб должен был отыграться. Чудо-комбинация Ерохин-Полос-Набова вывела последнего на убойную позицию. Но Эквадорец попал во вратаря. Это был последний шанс. Наш клуб проиграл 0-1. Все-таки две травмы и две красные – слишком тяжелый груз на пути даже к ничей. Следующий матч Ростова – Лига Чемпионский. В среду играем дома с мадридским «Атлетико». Роман Саганов, Александр Шкурко на Дону. К этой минуте это все новости. Наш следующий выпуск смотрите в 15 часов. Мы расскажем в частности о сегодняшнем открытии в Батайске новой поликлинике. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.